Всем привет! Днепр на связи, 28 сентября, 9.45. Ну что, друзья, прошла очередная ночь, которая принесла пролеты ракет, беспилотников, взрывы, прилеты. В общем, позитивных моментов мало. Утро стало так же негативным. Есть прилеты, есть взрывы и при этом есть погибшие. Но давайте обо всем, друзья, по порядку. Что нам рассказал глава областной военной администрации? Также, друзья, вечером был нанесен удар по птицеферме. Погибло около тысячи курей. Представляете, что творится? Что, друзья, далее? В общем, у нас вечером был взрыв 22.15. Жители города слышали пролет ракеты. Затем взрыв в пригороде. Предварительно сообщалось о работе ПВО. Но людей, я смотрю, так напугало это конкретно. То, что пролетало очень громко. И действительно было страшно. При этом, друзья, еще в час ночи тоже сообщалось о том, что громко в городе Днепр беспилотники ударные пролетали прямо над городом. Представляете? Они, как у себя, дома уже летают. И что-то обещание Филатова о закрытии воздушного пространства области и города как-то совсем не соответствует действительности. Летают беспилотники. Взрывалось. При этом в 2 часа ночи вновь сообщалось о цели на город Днепр. Был взрыв. Затем еще в 2.11 был тоже взрыв на юге уже от города. То есть были взрывы, были ракеты, были беспилотники. В самом городе вроде как без прилета. Возгораний пострадавших не зафиксировано. Что происходит за городом? Ну, нам, понятное дело, не расскажут. Не нашего это ума дело. Что еще, друзья? Кривой Рог. По состоянию на 7.51 утра продолжаются аварийно-спасательные работы. Вчера, напомню, достали тела трех людей. Еще один человек, скорее всего, находится под завалами. Его судьба на данный момент неизвестна. Числятся в пропавших без вести, пока не найдут тело. Далее, друзья, Харьковская область. В течение прошедших суток также были под обстрелами различные населенные пункты. Сам Харьков. 17.03. В средстве обстрела поврежден 16-этажный дом и выбиты окна в учреждении образовательном. Пострадал 73-летний мужчина. Также Купинский район. Новоосиново. В следствии обстрела поврежден частный дом. Пострадало двое людей. Купинский район Шипуваты. В следствии прилетов в складское помещение предприятия был пожар. Горело три комбайна. Представляете, что творится. Также, друзья, Новоосиново. Попадание в частный дом. Ковшаровка. Обстрел пятиэтажного жилого дома. Пострадала женщина с 43 года. Тоже Новоосиново. В следствии обстрела поврежден частный дом и два сарая. Куриловка. Пострадала 47-летняя женщина в следствии обстрела. Купинск. В следствии обстрела горел частный дом. Вот такие, друзья, дела. Но, конечно, сейчас внимание приковано все к суммам. В 7.30. В 7 прозвучал взрыв. Затем еще взрыв. Затем была быстрая цель в области. Затем исполняющий обязанности мэра города. Это тот, который искал прилеты и просил людей рассказать, где они. Потому что он не знает. Сказал, что два прилета шахеда. Они же Герань-2 в суммах. Затем был вновь взрыв. И затем уже информацию от областной военной администрации. Казали, что сегодня утром был нанесен авиационный удар по учреждению охраны здоровья. В областном центре, то есть в больницу. Были применены беспилотники ударные типа шахед. Они же Герань-2. Предварительно есть пострадавшие. На месте работают все необходимые службы. И затем было, друзья, сообщение тоже от областной военной администрации, что состоялся повторный авиационный удар в областном центре. Был направлен беспилотник в жилой сектор. Последствия уточняются. И затем уже суспильные журналисты сказали, что в суммах есть погибшие вследствие ударов беспилотниками. Глава Министерства внутренних дел наш рассказал о том, что шесть погибших в суммах. Он сказал, что вследствие первого обстрела погиб один человек. Разрушение, перекрытие нескольких этажей больницы. Началась эвакуация пациентов и персонала. Для помощи людям на место прибыли спасатели и полицейские. И тогда во время эвакуации больных вновь нанесен был удар. После этого удара стало известно уже о шести погибших, среди которых полицейский. Еще одного полицейского ранено. То есть указывало, что прилет беспилотника в больницу. Это официальная информация, так нам говорит. Затем при эвакуации еще один повторный удар, вследствие чего уже пять человек погибло, включая полицейского. Плюс ранены люди, друзья. Такая вот у нас обстановка. Что еще из новостей? Я бы победил Трампа, если не снялся с выборов. Я был уверен в этом, заявил Байден. Решение Зеленского защищаться от вторжения России было безответственным. Мы бы так не поступили, заявил старший помощник Орбана, намекая на то, что нужно просто было сдаться и не применять средства защиты во время первого вхождения российской армии на территорию Украины. Далее, друзья. Венгрия посоветовала бы президенту Украины отказаться от вооруженного сопротивления в 2022 году, чтобы уменьшить количество жертв, заявил Балаш Орбан. Мы, скорее всего... Он тоже фамилия Орбан? Видите, что творится? Это, наверное, какой-то его друг, сын, че-кто. Если старший помощник, то тоже фамилия Орбан. Таких совпадений не бывает. Мы, скорее всего, не сделали бы то, что сделал президент Зеленский два с половиной года назад, потому что это безответственно. Он вступил со своей страной в оборонительную войну, и мы видим, сколько людей погибло и сколько территории было потеряно. Лидер венгерской оппозиции Петер Мадер призвал Балажа уйти в отставку, заявив, что его комментарии растоптали основу Конституции и независимости Венгрии. Далее, друзья. Зеленский вернется из США без разрешения на дальнобойные удары по РФ. Встреча с Байдером не принесла ожидаемого результата, пишет издание The Times. Тем временем, глава МИД Британии Лэмми заявил, что Украина, скорее всего, получит разрешение на удары вглубь РФ до начала зимы. Я ожидаю, что в течение ближайших дней и недель мы будем иметь очень сильную позицию, чтобы обеспечить Украину всем необходимым, поскольку мы приближаемся к этой тяжелой зиме 2025 года. Лукашенко заявил о том, что как только НАТО нападет на Беларусь, будет применено ядерное оружие. Это будет начало Третьей мировой войны. Война в Украине продлится еще 10 лет и закончится по корейскому сценарию. Заморозка конфликта по линии фронта, заявил президент Сербии. До этого, по мнению Вучича, Украина и РФ будут биться за каждое село, за каждый город. Далее, друзья, среднемесячные расходы на содержание заключенных в Украине составляют 14 165 гривен, что вдвое больше минимальной зарплаты. Отмечается, что большая часть этих средств ведет на содержание персонала уголовно-исполнительной службы. Что еще? Скандал! Заработал на продаже гуманитарных авто более 35 миллионов гривен. В Полтаве задержан руководитель благотворительного фонда Незлам на Полтавщина. Ну и ну, никогда такого не было и вновь опять, это же благотворительный фонд, они же помогают людям, ай-яй-яй. Панченко, Завезка, гуманитарную помощь, для нужд ВСУ более 230 авто. В дальнейшем он их продавал, а в профильном министерстве присылал поддельные отчеты о передаче автомобилей военнослужащим. Руководитель фонда задержан во время реализации очередного авто. Ему объявлено подозрение грозить до 7 лет лишения свободы. Вот такие, друзья, дела. Украл булочку 10 лет, воруешь автомобили, завозишь, воруешь там УВСУ 7 год и то вряд ли дадут. Скажут, я не знал, я не специально. Простите, помогите поделиться миллионами и все будет хорошо. Что еще, друзья? Вчера таки состоялась встреча Владимира Зеленского и Трампа. Трамп заявил так. У нас хорошие отношения. У меня такие же отношения с Путиным. На что Зеленский сказал, надеюсь, у нас с вами отношения лучше. Трамп о Зеленском. Он прошел через огромное количество испытаний. Больше таких людей не было. Для меня большая честь видеться с ним. И еще несколько раз сказал, как он рад и как благодарит Зеленского за встречу. Эксперты говорят о том, что Трампу, как кандидату в президенты, очень нужна встреча с президентом Зеленским. Именно Зеленский своими заявлениями может либо добавить, либо убавить рейтинг Трампу. Трамп такого влияния на Зеленского и наш электрорад не имеет. Что еще? Группа израильских полицейских прибыла в Умань. Будут помогать обеспечивать безопасность паломника во время празднования Рош-Хашана. В этом году в Умань ожидают прибытия более 50 тысяч паломников-хасидов. Украина запросила помощи со средствами ПВО и временными укрытиями, чтобы гарантировать безопасность паломников. Защибись! Туда мы просим ПВО, да? Помощи, временные укрытия. А остальная страна пусть воюй, Емеля, твоя неделя. Правильно. Главное хасидов обеспечить в Умане. Бабло, бабла накосить. Ой, ё-моё, блин, это не дурдом. Это вообще уже, я не знаю что. Кстати, в Цехал сообщили об ударе по главному штабу ХСБЛы в Байруте вчера. В это же время Зеленский и Трамп побеседовали с Fox News после встречи. Зеленский, очень важно, чтобы мир был справедливым. Трамп, я многому научился, но я не изменился в том, что мы оба хотим видеть справедливую сделку. Трамп принял приглашение Зеленского приехать в Украину. Это прекрасная страна, прекрасная погода, прекрасно все, добавил Трамп. Зимой его надо привезти. Зимой, в общагу, в хоспис, вот туда куда-нибудь. Очень содержательная встреча с Дональдом Трампом. Представил ему план победы. Мы имеем общий взгляд на то, что война в Украине должна быть остановлена. Путин не может победить. Победить должны украинцы, сказал Владимир Зеленский. И в вечернем отчете Владимир Зеленский сказал следующее. План победы представлен Америке. Все ключевое для Украины на столе у партнеров. Все рассматривается. Дальнобойность, оборонный пакет, санкции против России, шаги по российским активам. Готовимся к Рамштайну. Это формат, где вместе с партнерами мы будем идти по содержанию пунктов плана победы. Далее, друзья, израильские СМИ заявили, что лидер Хезболы Хасан Насрала был убит в результате сегодняшнего удара по бункеру в Бейруте. Ранее иранские СМИ писали, что Насрала жив, но сейчас отозвали свои заявления. При этом Нетаньяху срочно покинул Генансамблею ООН и вылетел в Израиль после сообщения о смерти Насрала. Утверждается, что он отдал приказ о ликвидации лидера Хезболы прямо из отеля в Нью-Йорке. Ой-ой-ой. Вот такие, друзья, дела. В общем, на данный момент у нас без сигнала воздушной тревоги. Но до сих пор летают беспилотники, тоже в Сумах в том числе. В общем, друзья, ситуация продолжает быть напряженной и опасной. Берегите себя, своих близких и до нового выхода на связь. Помните, что Бог любит вас. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok